Указательство еще даже проще, чем вот это утверждение, что я не понимаю. Хорошо, то же самое. Мы берем отрезок от единицы до n, давайте эту даже 2 заристуем. И в этот отрезок попали точки из a, а здесь вот, ну, вот тоже самое отрезок, я их, так сказать, два раза нарисовал, попали точки из b. Ну, на самом деле, это не a и b, потому что это только пресечение a с этим отрезком. Давайте a n. Точки, которые попали в отрезок от единицы до n, назовем из a, назовем a. Так, контрольный вопрос. Чего не меньше мощность a n. Ну, надо сказать, а еще и бесполезно, так, рассуждать. Сколько есть? Или, чего? Одна вторая, да. Какая одна вторая? Вот нам дано bd. Значит, сколько есть точек из a, попавших в отрезок от единицы до n? Чего? Да. Ну, конечно, ответ должен быть в термок плотности, да? Ну, из чего? Плотность a. Плотность a умножить на n. Умножить на n. Ну, как здесь мы рассуждаем. Число точек попавших в отрезок от единицы до n, это плотность умножить на длиной отрезок. Правильно? Так. Ну, плотность b тоже. Вот. Теперь сделаем такую штуку. Вот тут вот у меня есть элемент плюс b. Давайте их симметрично вот так вот отобразим. То есть b у меня перейдет в n минус b. То есть элемент b перейдет в n минус b. Да? Скажем, если у меня множество b содержало двойку, то вот это вот симметрично будет содержать n минус 2. Понятно, да? Вот так вот симметрично отразили. Понятно, да? Ну, ясно, что зиртуальный образ имеет ту же самую мощность. Правильно? Так. Теперь задаем... Скажите, у вас тогда получится, что n минус n становится ноль и уходит? Ну, ноль у нас тоже уже будет. А, да. Мы договорились. Значит, давайте рассмотрим вот эти два множества. n, да? И вот это зеркальное n минус b. Могут ли они не пересекаться? Интересно. Мощность n минус b это... Не могут! Не могут! Смотрите! У этого мощность... У а и мощность сигма а на r. У этого мощность сигма b на r. А сумма плотностей больше единицы. Понятно? Они не могут не пересекаться. Значит... Пересекаются они обязательно. Правильно? Ну, скажем, вот сигма равна здесь там... Сигма а это 0,1, а сигма b это 0,95. Ну, тогда... И вот на этом отрезке а занимает долю 0,1, а b долю 0,95. Ну, и не могут они не пересекаться. Правильно? А что это означает? Это означает, что n минус какой-то элемент из b, равен элементу из a. Значит, n принадлежит... А n плюс b. Ну, и без суммы уж тем более, да? А плюс b. Всё! Каждый n... n я выбрал произвольно, принадлежит сумме. Это вот и надо было показать. А плюс b равна n. Понятно, да? Всё! Значит... По модулю вот этого утверждения Шнирельмана, который, значит, из метода пришита вытекает, мы доказали его замечательный результат. И смотрите, тут рассуждение совершенно приминаторное. Что мы вообще использовали от простых чисел? Да ничего, фактически. У нас общее было утверждение о сложении двух множеств. Вот это... Вот это вот, так сказать, теорема, что если было быть положительным, тогда х раз сложим, получим всё. Тоже общее. Тут нет простых. Вот это и есть, значит, такие вот комбинаторные рассуждения. Пример комбинаторных теоретических. Третья. 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 Третья.